всех приветствую с вами снова александр сегодня хочу немножко рассказать для проживающих в германии такую интересную информацию но многие наверно знают кто-то наверно также как я пока не столкнулись с этой проблемой тоже об этом не знают это карантин по вот этой модной болезни так как я нахожусь в таком самом карантине столкнулся с такой проблемой очередной раз в безумка и сам дозвониться не так просто но сегодня дозвонились дали нам телефон оказывается есть такой карантин битроинг это кто в германии знают это битроер это человек который допустим за инвалидом ухаживает или еще как-то ну в общем такая служба служба помощи есть для тех кто находится в карантине далее такой телефончик пытались мы сегодня весь день туда дозвониться но все безрезультатно бесполезно такое впечатление что телефон есть но возле телефона никого не находится ни разу не смогли дозвониться сколько попыток я не считал и потому что это длилось часами ну сколько вы раз за час можете позвонить много поэтому считать тут бесполезно а это продолжалось все-таки несколько часов затем все-таки бросили эту затею дело в том что мне на работу при выходе на работу нужен дышание гонка это своего рода подтверждение что я находился на карантине не по собственной воле просто решил дома остаться находился в карантине есть еще в интернете такая страница письме больному человеку приходит такое письмо и там есть такая страница туда заходишь все заполняешь в общем-то все заполнили отправили через онлайн оставил электронную почту но до сих пор ничего нету на электронной почте но надеюсь может быть просто по почте письмом пришлют как от другие письма например я делал там пцр тест мне пришло через правда с опозданием через пару дней сначала по интернету я все это дело узнал что у меня нету ничего негативный тест а затем через пару дней еще пришло письмо по почте где то же самое в общем то написано вот такая вот фишка в общем то почитали еще письмо повнимательнее оказывается там интересная сумма такая стоит если вы находитесь в карантине не соблюдаете карантин то ваш штраф может составить до 25 тысяч евро прикольная сумма да я тоже чуть не обалдел интересно у кого так просто так лежат там по 25 и более тысяч чтобы можно было такой штраф заплатить да прикольно в общем ну кто-то решил вот такой вот штрафик написать ну там да написано может быть конечно и меньше сумма зависимости наверно от обстоятельств ну вот например моем случае да не дозвонился я да вот это вот этой службы поддержки а кушать хочется например хлебушек а у меня нету и так далее другое ну мы выходим из положения то что есть соседи там денег выкинул за двери запиской соседям позвонил сказал что тебе надо потом тебе продукты под дверь оставили ну таким образом как бы выходим из положения деньги конечно дезинфицируем обязательно потом в пакетик запиской все про дезинфицировали им подбросили под дверь а потом позвонили сказали возьмите там пакетик все там написано ну и потом они звонят вы заберите там пакетик с продуктами в общем так выходим из положения потому что есть продукты которые вы не можете допустим в карантине если 10 дней находитесь то 10 дней допустим хлеб не хранится плесенью скорее всего покроется или засохнет если его много набрать потом же ты не знаешь ты не можешь подготовиться к этому откуда ты знаешь ты сегодня сделал тесты у тебя бах показывает допустим что раз тебе все в карантин ну в общем такая фишка всем короче все по барабану но оштрафовать наверняка не могут довольно быстро я так понимаю скорее всего даже прям не точно долго ждать не буду вот такая вот ерунда с этим делом происходит по поводу то что сегодня в украине происходит это конечно всем неприятно это я не знаю даже кто за войну там но наверно есть такие придурки конечно которые ну ненормальные люди которые хотят повоевать понятно что не это тоже очень не нравится конечно я высказываю свое мнение кому-то не нравится мне например не нравилось когда восточную украину начали бомбить это тоже вот у меня там друг уехал ладно это все не важно кому интересно заходите там в комментариях оставлю ссылочку сверху закреплю там может быть что нибудь тоже будут какие-то ролики по этой теме пару роликов я уже закинул ну наверняка будет их намного больше кому интересно можете посмотреть все там происходит не так гладко как те же русские рассказывают многого они тоже не договаривают или вернее даже не до показывают все таки они рассказывают что у них есть пленные показывать они конечно не покажут я понимаю каково будет родителям увидеть по телевидению своего сына что он допустим там плен попал это думаю ужасно потом по поводу германия это все-таки действительно по германии тоже сразу бьет буквально первые же дни солярка взлетела и я так понимаю вот эти предсказания многих блогеров кто предсказывал это что подорожание будут продолжаться они к сожалению подтверждаются все идет бурно вверх и конечно же это какой-то не знаю члена вредительства со стороны правительства германии я понимаю что они то спасами вот это правительство они ничего этого не почувствуют им без разницы вообще сколько за литр платить одну евро или пять евро думаю они это не почувствуют для нас конечно одна евро или две евро это уже серьезно ощущается и неприятно уже подъезжать к заправке и видеть что цена совсем другая на сегодняшний день и вот правительство на сегодняшний день занимается таким членовредительством кроме этого я понимаю так какие-то какого-то оборудования поставки были тоже россию скорее всего их тоже прекратят и все остальное и соответственно плюсы туристы все с россии сюда вряд ли теперь будут ездить и все в таком духе все это будет отражаться на нашем кармане ну вот какое-то такое правительство у нас странненькая я не знаю даже они как они там имеют свое мнение не имеют своего мнения но если когда я слушаю вот этих вот нового выбранных правителей у меня такое впечатление что люди либо что-то не так думают либо просто выполняют чита указания потому что ну как вот принимать решение себе во вред это не нормально по моему но тем не менее вижу что это постоянно происходит и тут еще заметил что пятнадцатом году в конце пятнадцатого года когда пошел на плыв сюда в германии иммигрантов это в основном с африке так называемые правые они как-то свою деятельность очень сильно ослабили и как бы их ну последнее время по крайней мере вот моем городке тут магдебурге что-то их совсем стало не видно и не слышно не знаю как в других городах но в общем-то зеленые похоже этим воспользовались и быстренько взяли все это дело свои руки в оборот и вот заметил что многие молодые люди скорее всего это я еще не спрашивал надо будет поспрашивать убедиться потом если что расскажу по моему мнению что это все происходило в учебных заведениях именно где вот их хорошенько агитировали я знаю тут одного молодого человека его мама рассказывала что пыталась ему объяснить что за этих товарищей голосовать нежелательно вы но это было разговор как именно с тем самым фанатиком это уже парнишка все уже он ничего не слышал ничего не понимал он уже был готов за них проголосовать и все сейчас кстати вот хочу его спросить как тебе ощущение у него сейчас есть автомобиль и вот как его какие он испытывает ощущения когда заезжает на заправку заправляться как ему приятней стало или нет он же все таки проголосовал за тех кто именно это все делает кто эти все цены повышает ежедневно ежечасно можно сказать ну пожалуй на этом на сегодня все такой небольшой ролик информация вот о таком битроинг каком-то карантин битроинг который есть но о котором я ничего не знаю это сирена на улице что-то моргает надо посмотреть так сегодня а сегодня у нас понедельник сегодня у нас же опять проходят митинги в протест протест всего этого ну того что сейчас происходит вы знаете и вот как это началось конца ноября по сегодняшний день это все происходит но я к сожалению в карантине я даже не могу выйти и посмотреть ну пойду хоть в окно посмотрю на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока а